Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Татьяна Валентиновна и сегодня в пятом классе мы будем изучать тему Первая мировая война и Туркестан. Что же такое Первая мировая война и когда же она началась? Первая мировая война началась в 1914 году и мы рассказать хотим о той, нарочно кем-то позабытой, но не такой уж далекой войне, а Первой мировой. Ребята, посмотрите на карту и мы видим, в каких государствах мира проходила эта война. Мы видим Италию, мы видим Испанию, Германию, мы видим Францию, мы видим Россию, Турцию и многие другие страны. Первая мировая война это война двух держав. Каких же держав? Это Тройственного союза и Антанты. Тройственный союз, он так и называется, входили три государства. Это Германия, Австро-Венгрия и Италия. В Антанту ходила Россия, Франция и Великобритания, но потом присоединились к Тройственному союзу Турция и Болгария, к Антанте присоединились еще 34 государства. Поводом Первой мировой войне послужило убийство наследника Австро-Венгерского престола, принца Фердинанда. Посмотрите на него, молодой, красивый, представительный человек и человек, который его убил. Австро-Венгерское правительство дало Сербии 48 часов на пополнение ультиматума. За 10 минут до окончания срока Сербия была вынуждена дать ответ. Она согласилась с требованиями ультиматума, кроме одного, какого же, участия австрийской полиции в проведении следствия на территории Сербии. И в ночь с 28 июня началось нападение на город Белгоров. Первая мировая война началась 28 июля 1914 года, то есть Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Началась война. Посмотрите на карту, с какого же момента, с какого же места и с какого города началась Первая мировая война. На сегодняшний день это столица Боснии и Герцеговины, город Сараево. 1 августа Германия объявила войну России, 3 августа Германия объявила войну Франции. Посмотрите на карту, с каких сторон Германия нападает на территории Франции. Для двух государств России, Российской империи и Франции эта война считалась молниеносной, то есть захват должен был проходить быстро. Каковы же причины Первой мировой войны? Это обострение экономических отношений между государствами мира, это борьба за рынок сбыта и мировое лидерство, это противостояние между двумя коалициями, то есть Тройственным союзом и Антанты, и естественно, это захват новых территорий. Историки делят Первую мировую войну на пять отдельных кампаний и считают, первая кампания началась именно в 1914 году, когда Германия напала на Россию, Францию, затем Люксембург и Бельгию. Для многих стран эта война считалась захватнической. Почему? Потому что захватывали государства. Для других это была несправедливая война и носила несправедливый характер. Что же такое война? Первая мировая война продолжалась более четырех лет. В ней участвовало 38 государств мира. На полях сражалось более 74 миллионов человек, 10 из которых погибли, 20 получили ранения. Первая мировая война, как считают историки, не имела себе равных во всей предшествующей истории. Она оказала огромное влияние на экономику, политику и привела к крушению самых могущественных государств. Первую мировую войну считают кровавой. Это колоссальные потери, это революция и развал российской, германской, османской и австро-венгерской империи. Это обогащение США и потеря многих национальных богатств других государств. И, естественно, Версальско-Вашингтонская система. Посмотрите на эту схему. Это статистика. То есть эта статистика составлена по вашему учебнику. То есть война продолжалась 1568 дней. 74 миллиона было мобилизовано. 38 государств участвовало в этой войне. 10 миллионов человек было убито. 20 миллионов человек было ранено. Это война нового оружия, самолетов, танков и газов. Это война огромных потерь и разрушений. Эта война стала позиционной. Эта война агитации. И эта война показала важность мощи экономики. И получалась эта новая война. Эта война затронула и Туркестан. То есть 2 августа 1914 года в Ташкенте прошли первые манифестации. Манифестации прошли по всему Туркестану. В первые же дни начала войны, в повестку дня, стали основные вопросы. Воинов запаса призывали в армию. Семьи лишались кормильцев. И в этой ситуации все туркестанское общество, независимо от национальности, религии, социального статуса, проявило солидарность. С 1915 года на территорию Туркестана стали привозиться и беженцы. В Первую мировую войну Туркестанский край принял 80 тысяч беженцев. Но им нужно было жилье, им нужна была медицинская помощь. И в Ташкенте разместили в основном военных казармах. Почему в военных или солдатских казармах? Потому что они были свободны. Ведь именно воины ушли на фронт. Что же послужило поводом к восстанию дальше? Послужил указ Российского императора от 25 июня 1916 года о привлечении мужского и нароческого населения империи для работ по устройству оборонительных сооружений. Военных сообщений в районе действующей армии. А ровно для всяких иных, необходимых для государственной обороны, работ. Вот этот указ, который был подписан Российским императором. Указ этот стал поводом для народного соступления. Каковы же были причины этого восстания? Это усиление колониального гнета, это насильственное изъятие земель, это русификация и ухудшение положения народа в годы войны. Участники участвовали все. Это были и бедняки, и рабочие, и баи, и инородцы, и представители интеллигенции. Это восстание дало и цели. Какие же это были цели? Прекращение эксплуатации народа, прекращение изъятия земель и переселения народа из России, уменьшение, самое главное, налогов и поборов, которые существовали на тот момент в Туркестане, и восстановление прежних институтов власти. Посмотрите, как представляли художники это восстание. Содержание указа. Это малая часть из этого указа. Набору подлежало все трудоспособное население, мужское население, в возрасте от 19 до 43 лет включительно. Предполагалось забрать на эти работы более 500 тысяч человек. Восстание началось 4 июля 1916 года. В Хадженте, Самаркандской области, вскоре оно захватило Самаркандскую, Сардаринскую, Семипалатинскую, Семереченскую, Перганскую и другие области, где проживало более 10 миллионов человек. И 17 июля 1916 года в Туркестанском военном округе было объявлено военное положение. А почему? Потому что в Россию, в Санкт-Петербург, была отправлена телеграмма. Телеграмма от помощника генерал-губернатора Ерофеева, военному министру, где сообщалось о том, что на территории Туркестана начинались беспорядки среди местного населения. В этот же период, 23 августа, издается секретный приказ. Что же это за секретный приказ? 23 августа 1916 года секретным приказом генерал-губернатора Куропаткина были освобождены от набора должностные лица волостных, сельских и аульных управлений, нижние полицейские чины из коренного населения, все духовенство, счетоводы, бухгалтеры, которые работали в мелких кредитных учреждениях, и туземцы, которые занимали должности в правительстве. Это послужило началом движения. Что же делал простой народ? Простой народ поднимал, собирал повстанческие отряды, повстанцы отбирали и уничтожали списки молодежи призывного возраста, нападали на байские аулы, уничтожали долговые расписки и документы на продажу земли, громили правления и аулы. Восстание это носило национально-освободительный характер, где основной движущей силой выступал простой народ. Восставшие боролись против колониального правительства обычными орудиями труда. Это были дыхкани, ремесленники, и поэтому они не знали военного дела. И это была основной причиной подавления восстания. Посмотрите на эту таблицу. Это правление, это подавление восстания, что привело именно к потерям народа. Первое. Многие селения вблизи Джизака и всего Туркестана, которые населяли, были сожжены. Большое количество людей остались без крова. Восстание проходило в летнее время. Весь урожай был испорчен. Сельскохозяйственные продукты пропали. Население Туркестана осталось без провизии на следующий год. Стихийность, недостаточная организованность и перевес. Поэтому многие люди были убиты. Посмотрите на эту карту. Это карта приложения к рапорту Куропаткина Николая II. На этой карте отмечены районы, где проходили эти восстания. Каковы же последствия этих восстаний? Создавались карательные отряды. Существовал террор против мирного населения и восставших. Привлечение на сторону царизма феодальной верхушки. Началось массовое выселение. Началось изъятие земель. Люди были вынуждены мигрировать в Китай. И сокращение поголовья скота. Каково же значение этого восстания? Это народы Туркестана добивались свободы. Борьба местного населения за свободу не погасла. Царское правительство пошло на уступки. Стремление к свободе не иссякло. А теперь, ребята, домашнее задание. Выучить параграф 41. Ответить на вопросы на странице 140. Подумайте, почему война называлась мировой? И почему она коснулась Туркестан? Большое спасибо за внимание. Урок окончен. Субтитры создавал DimaTorzok